Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео буду очищать противень. Очищать его буду с внешней стороны от черного нагара. Внутри противень чистый. Хозяйка противня попросила внутренне ничего не чистить, а вот снаружи постараться максимально все очистить, отмыть этот черный нагар, с которым она никак не может справиться. Чистить сегодня буду средство, называется оно сияющий казан жироудалитель ГОЛД. Значит, средство для чистки сковорода, кастрюль, мантоварок, духовок и грилей. Производитель город Новосибирск, он заявляет, что это средство за 15 минут справляется со стойкими, серьезными загрязнениями в виде нагара и закаменелого жира. Итак, одеваю перчатки и средство обильно распределяю по грязной поверхности. Так, какое-то оно очень жидкое. Да, средство жидкое, не гелеобразное. Итак, друзья, прошло ровно 15 минут, и давайте будем оценивать результат. Смотрите, там, где была жидкость, теперь вот такая вот набухшая пена. Сейчас я уберу вот эти вот салфетки. Во-первых, смотрите, сколько на них нагара. Вот такие вот грязные салфетки. Знаете, я, наверное, даже щеткой не буду чистить. Вот, кстати, смотрите, там, где была у меня губка, вот так вот все круто отбелилось. Так, я уже подготовила салфетки. Мне кажется, средство просто супер мощное. Смотрите, как шикарно оно выглядело противень. Я никогда не видела, чтобы нагар вот так вот легко счищался. Вот жалко, что у меня нет грязной сковороды. Я бы обязательно попробовала это средство на сковороде. Но, наверное, в ближайшее время я это и сделаю. Смотрите. Я думала, что я буду очищать здесь все металлической щеткой. Друзья, идеально. Вот это средство однозначно круче азелита. Оно такое же дешевое, друзья, и оно не имеет запаха. Вот азелит, он очень ядовито пахнет. Им реально можно отравиться. Это средство вообще ничем не пахнет. Беру губку. Кстати, смотрите, от металлической губки вот что осталось. Весь металлический слой разъела. То есть он теперь абсолютно прозрачный. И, кстати, мне немного этого средства попало на кожу. Разъела кожу до крови. Поэтому формула, конечно, очень мощная. Сейчас вот просто счищу. Потом попробую еще нанести. Но противень, конечно, блестит как новый. Я попробую еще раз нанести это средство, раз оно не имеет никакого запаха. То есть точно так же. Лью, чтобы оно стекало. Чтобы вот прям на эти бортики. Потому что они отмылись, только они. Чтобы вот средство обязательно попало вот на эти края. Салфетки подкладывать не буду, потому что средство, а нет, бежит сильно. Так, вот так вот оставлю. Итак, друзья, прошло еще 15 минут. И смотрите, какая картина. То есть средство опять вспенилось. Опять шапкой. Сейчас попробую вот такой вот салфеткой вытереть. Все очистилось вообще без рук. То есть там, где конкретно средство контактировало с грязной поверхностью, все очистилось без усилий. Вот вообще нагар счищается, как обычный жир. А вот с краю, там, где средство, вот просто стекло по стеночке, нагар, конечно, так легко и хорошо не счищается. Поэтому, друзья, если у вас есть в противне, сковородке, кастрюле, мангалы с толстым слоем нагара, то смело чистите их вот этим средством. Еще раз показываю средство. Называется Сияющий Казан Жироудалитель Голд. Производитель город Новосибирск, значит, продается в магните, стоит, по-моему, 120 рублей. Очень классно работает. Самое главное, без запаха. Единственное, одевайте обязательно перчатки. Если только оно попадает на кожу, это средство, расъедает ее капитально. И, значит, еще производитель нам пишет, что после того, как вы почистили с этим средством посуду, обязательно затем ее обработайте уксусной кислотой. Я хорошо прополоскала противень, но все равно попробую, как сказано в инструкции, немножечко уксусом обработать. Ну, кстати, никакой реакции нет. В принципе, хорошо я прополоскала противень. И, друзья, очень часто вы меня спрашиваете, что в составе. Гидроксид натрия 5-15%, ПАВ не более 5%, загуститель не более 1%. Срок годности средства 2 года и объем 500 миллилитров. Вот такая вот шикарная штучка для чистки казанов, для чистки противень, сковородок и так далее, и так далее. Друзья, очень надеюсь, что мое видео оказалось для вас полезным. Сразу предупреждаю, это не реклама, это мое честное тестирование. Если у вас есть еще какие-то идеи, какие-то интересные средства, вы их попробовали и вам они очень понравились, пишите. Я все, друзья, с удовольствием буду тестировать на своем канале. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем пока!